Итак, дорогие наши богини, шакти, дакини, апсары, тары, сирены, русалки, наяды, феи, волшебники, сукубы, вампирши, ведьмы, китимы, рыгарки, бабы, йоги, женские ангелы, демониксы и так далее. Этот эфир для вас. Право, маэстро, великолепное призвание. Призвание всех женских существ, всей женской энергии. Всех женских богинь, они должны стать зрительницами нашего с тобой эфира. И задумка-то вообще, по-моему, на миллион баксов, потому что очень много всевозможных эфиров, которые... Сейчас выключу музыку, прости. Эфиров, которые говорят как бы о телесном воплощении женского, да? А вот поговорить о глубинной внутренней архетипических, о глубинных внутренних архетипических сущностях этих существ, которые на самом деле в жизни у нас по правую, по левую руку, да, и так далее. Вот это интересный фокус, да? И спасибо тебе огромное, что в нашем с тобой сознании, в коловращении возникла эта идея отпраздновать 8 марта именно вот таким разворотом, таким подарком, таким букетом. Да, и я счастлив, что ты, что на эту тему я могу поговорить именно с тобой, мои бесконечные преклонения. Я счастлив, что столь махровый тантрик и столь гениальный артист-режиссер, да, в этот день отдался своей истинной природе. Славить энергию жизни, энергию женственности, энергию великой мать тьмы, да, которая создает все из бездны. Из изначального космического лона возникает эта вселенная. Ведь расскажи, кстати, вот как тантра вошла в твою жизнь и как это связано с сокровенной сексуальностью. Ты знаешь, тантрическая тема, она, наверное, чрезмерно глубока. К ней нужно еще растрясти пространство для того, чтобы она легко втекла как бы в уши, потому что действительно невероятный глубинный аспект. Я хотел бы начать наш эфир с тобой с цитаты, довольно провокационной, принадлежащей одному из великих черных, мрачных поэтов. Скажи, откуда ты приходишь, красота? Твой взор лазурь небес или порождение ада? Ты, как вино пьянишь, прильнувшие уста, равно ты радости и козни сеять рада. Прислал ли ад тебя или звездные края? Твой демон словно пес с тобою неотступна. Всегда таинственно, безмолвно власть твоя. И все в тебе восторг. И все в тебе преступно. Но ты прямо сейчас, да, прямо стал им, этим великим садовником цветов зла. Я узнаю тебя, о, Бодлер. Это великий Бодлер, да. И вот я хотел начать растрясывать пространство и потихонечку надрывать, ну, убеждением, возможно, некоторых персонажей женского пола, ну, в отсутствии этого объема их, внутри их, да. И вот как бы ты начал, как бы ты оттрактовал вот эту метафору Бодлера, да, когда и ад, и рай оказывается внутри, и все в тебе восторг, и все в тебе преступно. Да, вот я, как ты понимаешь, хочу потихонечку, ну, растапливать тропинки в бездну, вот этой архетипики, да, женского, женского качества, женской природы, женского объема, плодородия, богатства, безграничности и так далее. И вот давай начнем с... Парадокс и ловушка, в которой ты хочешь меня поймать, состоит в том, что ты предлагаешь мне понять энергию, а энергию, недвойственную энергию, которую мы воспринимаем как божественную иногда, иногда как демоническую, можно только пережить. И в полноте ее можно пережить только тогда, когда ты сам станешь этой энергией, сам станешь целым и недвойственным. Поэтому, ну, если в словах, то будет кошмар. Великая шакти, кали, мать тьма, рождающая и сеющая смерть одновременно. Это великая порождающая творческая лона вселенной. Мать тьма, да, мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать-мать. И все это вращается и непрестанно переходит одно в другую. Конечно же, Бадлер имел великий опыт вот этой нераздельного восприятия женственности. Конечно же, он своим нутром, своим поэтическим чуйкой, да, он вобрал в себя и выразил. Как, кстати, и ты, как, кстати, и любой другой человек, который прикоснулся, погрузился и вобрал в себя вот эту сокровенную глубину мира, которая для нас на человеческом уровне прежде всего связана с женственностью, с женским, вот с этой мрачной красотой, вот этой великой манящей кармин, которая влечет и убивает, если ты оступился. Между прочим, вот образ великой богини-матери, он всегда вот такой двойственный в нашем мужском, я бы сказал, восприятии, человеческом измерении. Это то, что неотвратимо манит одновременно к гибели и к спасению. Настасья Филипповна у Достоевского, да, когда ее приходится даже уничтожить, да, и как и Кармен, кстати, тоже, да, потому что невозможно вынести этот объем, эту свободолюбивую глубину, да, и так далее. И это, между прочим, то, чего боится каждая современная женщина, вот этого мощного, неудержимого энергетического танца внутри нее. И то, что так старательно прячется под глянцем современной моды, на обложках глянцевых журналов, которые драпируют и прячут вот эту первозданную женскую силу. Мы сейчас с тобой заходим вообще на очень трагическую территорию, да, потому что социальный мир, он не приемлет эти глубинные образы, о которых мы сейчас вот прямо с места в карьер как бы занырнули сразу же, да, стали манифестировать, ну, просто вот как раз дубиной по затылку, да, на самом деле, что мы такое. И этот бесконечный ужас мужского перед неоглядностью, неохватностью женщины, этот поэтический экстаз, восторг, в котором заходятся поэты, да, пытаясь, встав в полный рост перед этой бездной, да, описать или хотя бы чуть-чуть подобрать слова к этому простору, да. И, конечно же, очень хочется заговорить сейчас об этом бесконечно, бесконечном страхе мужского, а социальный мир, он, конечно же, мужской мир, да, бесконечном страхе мужского перед женским. Я понимаю, что в древности были определенные ритуалы, это и Левсинские мистерии, и всевозможные Дионисийские театры, да, где давался разгул этому женскому, да, и вот. А сейчас это все, ну, как бы упрятано в капсулу, да. И вот какой ты видишь, ну, как ты бы мог, ну, какие бы методы ты мог предложить, да, женскому для того, чтобы, как сказать, ну, быть счастливой в своей целостности? Я думаю, что нужно прежде всего, конечно, вот то знание, которое в традициях, которых нам близки, называется мудростью. То есть прямой контакт с жизнью, прямой контакт с реальностью за пределами каких бы то ни было ограничивающих представлений и концептов типа, в том числе, и популярного феминизма, представления о пресловутой доминации какого-нибудь пола или таком лакированном глянцевом партнерстве, которым наполнена сейчас мировая философия, мировые политические проекты и так далее. Я думаю, что самое главное – быть реальным в отношениях. А для того, чтобы быть реальным в отношениях, нужно быть прозорливым и четко знать наши корни, кто мы по своей природе, что такое женское в женщине и в мужчине, и что такое мужское в женщине и мужчине. Карл Густафьенки, великие алхимики, они наиболее глубоко, как мне кажется, стали приближаться, не приблизились, стали приближаться к пониманию вот этой великой темы. Но здесь очень много хлама, который нужно разгребсти. И отчасти виновата в этом великий антропорок Мария Гимбутес, которая проделала колоссальные исследования мировой истории, особенно европейской, и написала шедевр «Цивилизация древней Европы. Культ великой богини». Она доказала, что в основе человеческого мироустройства матриархат, почитание женщины. И поэтому 40 тысяч лет человеческой истории Homo sapiens женщина была главной в мире. И только потом, постепенно, когда появились города, посевное земледелие, мужчины, как главные по еде, стали потихонечку стать главными. И в социальных устройствах возник матриархат. Извини, буду тебя тоже вклиниваться в твой поток. Почему, как ты думаешь, это произошло? На протяжении такого длительного периода матриархат властвовал, да? Почему произошла смена? Почему вот... Ну, во-первых, есть очевидные природы, потому что на чисто биологическом уровне женщины есть врата жизни для всех существ. Первое. Второе. Женщины выращивают жизнь. Они в контакте. И через женщину мы не только входим в этот мир, но и мы вырастаем в этом первичном лоне. И именно поэтому женщина, и это доказано современными исследованиями, обладает намного более точным контактом с реальностью и с миром. Это необходимо для того, чтобы жизнь продолжалась, для того, чтобы разум продолжался, для того, чтобы передавалось знание того, как работать с энергией. Ну, в частности, у женщины примерно в четыре раза больше зеркальных нейронов в коре головного мозга. А это означает, что женская копия реальности через сенсорику, контакт, намного более точный, нежели у мужчины. Но, в свою очередь, в силу того, что у мужчины нету столь мощного сенсорного контакта с миром, он более свободен во внутреннем мире, внутренней реальности. И вот это две функции. Точность контакта, точность дизайна, точность кухни, точность запахов, точность слов, где женщина намного превосходит мужчину, компенсируется полетом, свободой, целеустремленностью, характерной для мужского мира. Я думаю, что в этом великая задумка Вселенной создать два выраженных пола, взаимодополняющих друг друга во вселенском танце, мужского и женского. Позволь, я тоже опять вклинюсь, да, и почему же это, ты сейчас описал одну из сторон женского, да, и почему же полный объем женского так пугает, так настораживает, так заставляет мужчин, пробуждает активность сузить, да, закрепостить, ограничить, надеть паранжу, да, и так далее, и так далее. Ну, какими-то образами... Да, извини. Да, потому что в каком-то смысле женщина может быть более автономной и более независимой, нежели мужчина. Мужчина обязан женщине своим появлением на свет, а женщина может быть амазонкой, да, она может быть жить в женском обществе, а она может быть ведьмой, бабой-ягой, она может быть шакти, да, она может использовать шиву и подталкивать его для космического танца, потому что она хозяйка энергии. Это прежде всего. А все в этом мире есть проявление энергии, как мы знаем. Энергия проходит через наше восприятие, перцептивные схемы, умственные конструкты, и мы видим, воспринимаем этот мир. Благодаря энергии мы выражаем себя... Ты, как великий артист, знаешь, что искусство актера — это прежде всего владение энергией, энергии голоса, энергии движения, энергии зала и взаимодействия, вот этого большого объемного танца энергии. Все есть энергия. Да, шива мертв, пока Шакти не поверит в него. Актер на сцене мертв, пока зал не вольет в него живительную энергию и не начнется этот танец взаимодействия. Абсолютно. И в основе эта энергия женская. Мужская энергия — это структура, это направление, это целеполагание, это сверхусилие. Женская энергия — это танец, это игривость, это фейерверк, это пространство, это то, что символизируется в духовных традициях, известных нам как Дакине, например, как Апсара, как богини мудрости всевозможной, как милосердие Тары и ее невероятная доброта и покровительство не во всех наших делах. Поэтому, конечно же... Ты опять уходишь в контекст партнерства и опять позитивных качеств женщины. А я как любитель и исследователь этих бессознательных глубин творчества, и для меня, конечно же, это воплощается в образе женской непостижимости, женского плодородия, почвы, куда уходят. И являясь также почитателем и сластолюбивым, как сказать, любителем даймонического, греческих вот этих вот корней, когда музы и Дакине проявляли свою мрачную сторону, когда балансировали на грани того, что буйство жизни может свести с ума, будучи неограниченным. Ну вот смотри, Суккуба, фигура, да, короткий стих мой. Суккуба, страшный кошмар святых, чахнущих над Бога угодным делом, когда нет мыслей и чувств развитых, поступки и страсти подсказывает тело, пусть демон прелестен, пусть в женском он во сны и желания приходит обличье, ты можешь спастись от падения лишь в том, что духом вершишь, сам, лично. Женское на мирском уровне для большинства мужчин это падение, это обмерщание, это страсть, это бездна, это затухание высшего и духа, это порог, это разврат, это невероятная просто вакханалия жизни, которая убивает мужскую целеустремленность, но одновременно это величайшее испытание, которое, если ты проходишь его, формирует в тебя семя духа, то есть без этого испытания не рождался ни один великий мужчина, и поэтому если мы посмотрим историю великих мужчин, то каждая из них партнерские с великой женщиной, вот тем каналом великой космической женской энергии. Испытание любовью ты имеешь ввиду, да? Испытание любовью, испытание искушением, испытание развратом, испытание страстью. У любимого нами Алехандра Ходоровского есть замечательный короткий роман «Альбина и мужчины-псы», он на русском переводе существует, и там как раз вот три уровня развития женской энергии от суки до мирской женщины и затем богини. То есть вот аналогичные этапы, наверное, развития есть и у нас, и поэтому если брать вот эту трехрядную схему отношений сука-женщина-богиня и кобель-мужчина и бог там, то есть много-много-много-много вариантов. И, конечно же, женщины это то, что пробуждает в нас тоску и желание освобождения и выше. Вот у меня еще один коротенький стих на эту тему. «Светлая фея скассиопии, где вещи бессмертны, а люди крылатые. Жить в человеческом теле вспотеешь, если имеешь опыт обратный. Вот почему, когда темень навалит, рвется, рвешься и, кажется, крылья расправишь». Да, вот это то, что расправляет крылья в нам, это то, что возбуждает. Недаром в тантре в основе всего мужское и женское, потому что на всех уровнях это энергия, это эротическая структура восприятия, это жизненная энергия, которую Фрейд односторонне назвал либидо Вильгельм Райх аргоном и так далее, или называет кундалини ци, но это энергия жизни, это то, что движет нами. И поэтому наша целеустремленность, мужская целеустремленность, мы должны это понимать, это выражение вот этой энергии, мы ее ограняем, мы ее направляем, но не мы источник этой энергии. У развитого мужчины есть некоторая автономность анима, то есть подключка через женскую энергию, через вот эту огранку, контакт, танец, воспитание, взросление мужское, мы, наконец, выращиваем вот этот целостный алхимический сосуд внутри себя, вот этот магический театр мужского и женского, ну ты как мастер магического театра наверное расскажешь нам что-нибудь и про свой собственный магический театр, меня очень интересует Орли Киньяда, а конкретно вот ее прототип Фрэнки Шоу, сколько у тебя там безумных женщин? Там много персонажей и все Фрэнки Шоу для меня это конечно же безумный танец взаимодействия мужского и женского и это все равно в основе лежит главный творческий принцип это вихрь структуры и потенции то есть все что ты описываешь абсолютно укладывается в мою модель мира в мою модель творческого принципа и повелитель игр который у меня стоит в центре всей системы и мы медитируем на него и опрокидываем это знание и узнавание что такое творческий принцип на себя и это конечно же вихрь в единстве мужского и женского но сейчас сегодня ну такой праздник рождается например вот желание прожить жизнь Мэрилин Монротом или Бриджит Бардотом или каково еще публики женщины какой-то известной великой любовницы королей или Екатерины Второй вот что с тобой происходит в этот момент как ты становишься ею в какой-то момент меня посетило откровение так скажем без излишней пафосности что я весь соткан из опыта человечества ну так оно и есть Вадик да да как бы громко помпезно вычурно это не звучало я уже на самом деле потерял любой стыд и как бы уже имею право апеллировать к так называемому аспекту невинности да и на определенном уровне развития художник ну простите нам такую вольность да мы оказываемся в этом пространстве абсолютно невинном забавляясь этим уникальным явлением переживая единство со всей вселенной да и постигая эту взаимозависимость каждой точке пространства друг от друга да и когда я действительно готов иронизировать и все таки вот вот она я подвожу Володя я подвожу я готов иронизировать над папостностью твоих заявлений да но тем не менее когда вдруг это переживание пронзает твою нейронную сеть и ты понимаешь что ты весь на атомном уровне соткан из этих персонажей я думаю что гений Фрэнки у меня в истории артистической случилось такое счастье сыграть гения да и Фрэнки это конечно же безумец гениальный безумец да который рассыпался вот этой молекулярной структурой узнавания себя в каждом из гениев злодеев даже иногда просто каких-то явлений да русский мат там золотое сечение добро зло и так далее и так далее все это было сыграно да и оказывается творческий человек он конечно же состоит из этого всего и я наблюдаю потрясающий момент что дар этот он конечно же преподнесен женским потому что мужское это способность выхватить сконцентрироваться да поставить цель достигнуть придать форму вылепить строить социальные схемы которые существуют и в потоке организовать а вот само пространство плодородия когда мозг настраивается на эту бездну возможностей вот это женское да ну по крайней мере в моей трактовке в моем прочувствовании да также в трактовке падмасамхавы гурнанака маузы мужское и женское ваджра и колокол истина и метод и мудрость да я очень осторожно я очень осторожно использовал бы эти все имена потому что да подпрыгивая до такой высоты можно пробить кому незнакомы могут пойти в твое приложение Димчок и там послушать целые книги этих имен да давай я тоже алаверды тебе верну одно стихотворное ну одно стихотворение да которое опять направит нас возможно в русло ну вот этот наш разлив океанический боготворение женского да в русло хоть какой-то логики ты знаешь я по тебе скучаю трудно привыкнуть не жить с крылатой яхве не любит моих печалей ставит на сердце моем заплаты мудро лишая меня соблазна выбрать однажды твою дорогу слушай скажи мне ведь ты согласна но резко вставая с ложа и запахиваясь в рыжие локоны она уже идет к лунному проему ты опять улетаешь а как иначе слишком скучно пастись у древа слышишь по-моему кто-то плачет слышу любимая это ела это конечно же имеет отношение к лилит к той самой бездне как определяется свободолюбие и неукротимости и с другой стороны такая социальная форма женщины Ева и понятно что когда-то у Адама была первая жена лилит и в итоге она была отринута официальными доктринами и даже спрятана глубоко потом была найдена и это все вскучилось снова на поверхности но законной женой Адама является Ева социальная урезанная модель которая по преданию слезоречива и оплакивает бесконечно некое стремление мужчины к какому-то другому внутреннему глубинному образу который действительно наполняет его ночной эрекцией и так далее и так далее вот и вот эта вот дихотомия да социально признанная модель женщины да и вакхическая необузданная андерграундная которая уже узаконена в контенте порно и так далее и так далее да и мы знаем что по статистике порно контент он самый смотрибельный в истории людей да нету более как сказать закликанного контента видео да чем порнографический контент и вот рассмотреть вот эту территорию хотелось бы тебе да и вот в чем драматизм в чем трагедия это да казалось бы дорогие женщины мы носительницы глубинного соблазна эроса к которому мы сейчас с тобой подходим который пронизывает с собой все подхватывай меня пожалуйста ну ты знаешь вот эта история она очень древняя и вечная я бы сказал и мы можем найти ее в апокрифических евангелиях о Марии Магдалине которая была женой Иисуса о которых были дети и потомство Иисуса которые были тантрики как это описано в евангелиях Марии Магдалины мы можем найти бесчисленные истории такие тайные истории европейского ведьмовства в частности крышку от этого котла адского приоткрыл великий поэт Уильям Иц У него есть книжка Белая богиня где он исследует самые глубины протокельтской жизни и он открыл что кельтская семья состояла из одного мужчины и трех женщин которые были необычайной силы талантов и свирепости и с воцарением христианства да чтобы мужчина всегда был в форме потому что одна рыжая его уничтожала другая поглощала а третья просто вышвыривала ну что-то вроде этого и вот когда пришло крестьянство с требованием моногамной семьи а мужчин не хватало и за воин всегда то оказалось очень много лишних женщин и вот ведьма этимологически это то что живет за деревней вот там в полях за культурой в лесах в авинах и так далее и мы знаем небезызвестное произведение молот-ведьм средневековое да руководство по выбиванию признания о связях с дьяволом ведьмы это человеческие посредницы вторжения врата дьявола в наш мир это все дочери вот этой самой лилит которая была с нами адамами до Евы до наших культурных социальных жен и мы тоскуем по этой энергии мы взываем к ведьмам и в то же время мы страшно боимся их и за время охоты на ведьм было сожжено на кострах и убито миллионы самых талантливых самых одаренных самых творческих и самых прекрасных женщин Европы вот она ошибка Адама вот он страх современного Адама и мы должны понять это в себе для того чтобы не бояться вселенной для того чтобы идти навстречу этой энергии я обращаюсь к нам к мужчинам и вот я хочу обострить этот вопрос то есть мы описали саму драматургию сам конфликт который очень назревший набрякший с одной стороны социальное давление и приемлемый обществом образ женского Ева с другой стороны глубинное плодородие распущенность умение желания и возможность объять поглотить все внести разрушительный элемент в социум и вот как ты думаешь где же возможно примирение да что я понимаю что ты сейчас опять отошлешь к тантрическим методам и так далее к взаимодействию мужского и женского и так далее и так далее но вот как я никого никуда посылать не буду ни в какие Гималаев тантры ретриты заточения или тантрические российские школы хватит наигрались в это время в это на заре перестройки помнишь сколько было передач когда новоявленные психотерапевты публично на экране телевизора говорили а я сплю с каждой клиенткой им это помогает или были многочисленные передачи о всевозможных тантрических тренингах и ну я знаю и хорошие люди интересовались этим я сам сделал признаюсь первую трансперсональную конференцию в 96 году в 1996 году которая называлась между любовью и смертью маятник человеческого бытия и у нас там были между прочим экстремальные мероприятия вот за 7 дней в Подмосковье у нас было первое в России огнехождение у нас был конкурс женского стриптиза закрытый мужского стриптиза посвящение в мужчины посвящение в женщины невероятные карнавал карнавалов с Михаилом Жуковым где просто зал 200 человек танцевал в экстазе под спонтанные хороводы все это действие вот так разворачивалось многие не выдержали и разделись полностью то есть это был конечно экстаз и я понимаю что как во всех вот этих вот возрождениях и в поисках где проявляется эта стихийная энергия в формате нередко сексуальной революции да мы помним как это было в Советском Союзе в России вернее первый декрет советской власти декрет о мире второй о земле третий о семье буржуажная семья объявилась недействительной и новая советская семья для его заключения достаточно было сказать друг другу будь моей женой будь моим мужем и все этого семья образовывалась и основано это было на учении Маркса Энгельса о том что семья это источник буржуазии и как известно в третьем и четвертом интернационале коммунисты обменивались женами и некоторые дети Маркса были от Энгельса и наоборот и причина по которой многие молодые люди шли в коммунисты именно в этом и состояла и многие известные лидеры партии правительства советские тоже имели многочисленные связи и возлюбленных в этом коммунистическом пространстве поэтому первая сексуальная революция в наше время началась в России и по улицам всех городов ходили голые комсомольцы и комсомолки они жили в сексуальных коммунах вот отзвуки этого коммуна монаха имени Бертольда Шварца Уильфа и Петрова и как следствие конечно вот таких быстрых браков разводов появилось очень много детей беспризорники республика Шкит а потом откат педагогическая поэма Сталин который так сказать навел порядок и создал прочную советскую семью когда твои неполадки с твоей половиной могли быть причиной партийного выговора вот такой полный контроль и возрождение этой темы у Вильгельма Райха который создал кружки сексуального воспитания революционного пролетариата в Германии и Австрии в которых в конце 20-х годов одновременно учились оргазму 3 миллиона немцев потому что Рай считал что только через полное переживание экстаза и оргазма мы можем освободиться от буржуазного прошлого это великий путь освобождения и растворения вот если посмотреть на историю вот как бы этих дел но я считаю что из любой истории мы должны делать мудрые выводы реальные выводы не идти на плену крайности идеологии я считаю что позволь мне я сначала отпраздную этот поток информационный который ты сейчас обрушил я извиняюсь за него у которых я думаю волосы зашемелились нет многие не знают истории секса в советском союзе есть прекрасная литература кружок лилибрик и музой каких великих россиян она была не только Маякопского да и исходя из этого потока вот этот экстатический элемент в обществе да этот глубинный запрос в экстатике переживаний своей целостности целительности целостных состояний да которые на самом деле из общественных моделей ну почему-то вытравляются да и понятно что этот андерграундный запрос тайный запрос создания определенных моделей где люди все-таки ну вспарывают свое сознание целостностью да потому что социальные механизмы они сужают нас да подчиняют огромному количеству правил выращивают нейронную сеть в контексте таких ну узких представлений о себе о своем творческом потенциале это касается и мужского и женского и так далее и вот этот вот напор и зов экстатической целостности в современном мире и вот ты сейчас описал очень глубокие как бы исторические вещи как ты организовывал первую конференцию и там был этот выброс да и к чему же я веду-то в своем воодушевлении экстазу творчеству вдохновению в мире в обществе да я сам чувствую этот запрос и эту узость и эту страсть и желание взорваться экстатической целостностью и в каких моделях как ты думаешь и насколько это важно для современного общества это как средневековый карнавал когда нужно было выпустить выпустить сдавленную энергию да чрезмерно узаконенную чрезмерно ограничивающую да чтобы позволить себе шалость да и так далее и так далее позволить тебе быть необузданным целостным что уходит хорошо тебе Вадим думает наверное кто-то ты актер у тебя есть свой театр игры орликиниады ты творишь пьесы играешь всю жизнь всегда и везде а вот как нам быть где нам создать это пространство игры и игр я думаю что в нашем в нашей жизни большинству людей мучительно не хватает экстаза 40 тысяч лет наши нейронные сети глубинные структуры течения энергии нас мозг формировался в шаманской вселенной главной формулой которая является экстаз и общение с миром духов все имеет душу все тебе отвечает совсем можно общаться у нас лишь три я считаю отдушины в нашем современном мире от этого мира это мультфильмы в мультфильмах все говорят друг с другом это общение с природой босыми ногами искупаться после броситься в снег после сибирской бани и это экстазы на трансдансах вот такие допустимые на рок-концертах вот это весь пласт культуры как бы позволительного экстаза но этого мало посмотри дети и без этого все свое детство живут в экстазе поэтому я думаю что ключ это освобождение в себе вот этого потенциала гигантских возможностей первозданной энергии детства которая находится в симбиотическом нераздельном союзе с женской материнской энергией вселенной то есть другими словами только тогда когда мы раскроем себя как дитя вселенной мы всю жизнь будем жить непрестанном экстазе свободе и игре и я думаю что ключ к этому и на нашем социальном мире лежит через женский через женщин через женскую энергию потому что проявлениями этого является искусство и красота а ключ к красоте это женщина и женская энергия и вот почему как мы знаем хорошо из тантрической традиции на фундаментальном персональном уровне мы все чрезвычайно ограничены ограниченность или привязанность это другое название того что мы называем эго фундаментальная характеристика всех нас персонального измерения и главное лекарство открытое древним буддистами состоит в милосердии к себе к любви к себе если мы ненавидим себя если мы строги к себе если мы высекаем себя если мы держим себя в ежовых рукавицах мы никогда не будем расширяться расти до бесконечности не откроем ее но любовь к себе принятие себя преобразует это один из великих четырех безмерных ограниченность в невероятную различающую мудрость мы видим уже бесконечное количество оттенков в себе а следовательно во всем через любовь мы вступаем в контакт с бесконечностью а первоначальное семя любви в жизни каждого человека это материнская любовь да и она всегда с нами она в основе нас поэтому я считаю что вот это семя всех человеческих отношений и культивирование раскрытия например вот ты блестящую книгу начитал Валинского да страданиях ребенка нашего внутреннего спасения ребенка потрясающее начитывание вот твой рассказ невероятно глубокий и точный ну невероятная полезная правильная и работающая инструкция о том как это делать я хотел еще обратить твое внимание у нас не так много времени уже в нашем оно летит незаметно как ты понимаешь у нас 15 минут до окончания эфира и я хотел обратить твое внимание еще на один аспект это инициация в женское и в мужское и в современном мире очень много отовсюду я тоже слышу читаю и бесконечные эти сожаления о том что выхолощена эта традиция посвящения в мужчину посвящение в мужское посвящение в женское да конечно же это касается экстатических всевозможных благословений инициаций и люди тоже всячески ищут тайным как бы образом и втекают в разные структуры где появляются и всевозможные гуру которые удовлетворяют этот запрос всевозможные ламы учителя и так далее но вот сам аспект и что это такое быть инициированным в женское получить благословение этого масштаба женского быть инициированным в мужское получить благословение вот направляющего всю дальнейшую структурную активность мужчины и так далее переход от мальчика к взрослым способного взять ответственность и так далее вот этот контекст хотелось бы затронуть это да это фундаментальный ритуал перехода в истории человеческой вообще всей культуры цивилизации и это наверное самое сущностное знание о том как мы растем и как мы можем взрослеть к величайшему сожалению это знание нередко редуцируется и примотивизируется до самого первоначального уровня такого сексуально-энергетического посвящения но ведь существует не только одно героическое женское или мужское путешествие которое блестяще описано Джойспом Кэмпелом это работа только с одним уровнем мифических протагонистов нашей жизни существует еще шесть главных измерений человеческих это взаимоотношения это вертикальное развитие это исцеление это творчество это поиск серединного пути равновесия поэтому этапы взросления многообразные это наконец духовное взросление и во все уровни нам нужно посвящение к сожалению и в литературе и в массовой культуре акцент делается только на мифический уровень который описан например ван Гепфеном в ритуалах перехода или Грофом во многих книгах но существуют еще многие стадии взросления наиболее глубоко из современных авторов описано у Кена Вилбера конечно в его интегральном подходе отчасти в спиральной динамике и в некоторых великих книгах из ну например Женщина бегущая с волками там всем известных или Джин Шиноды Болин вот там божественные посвящения богиня в каждом мужчине бог богиня в каждой женщине бог в каждом мужчине ну можно и наоборот потому что анима и анимус так что мне думается что это многомерная картина это не единый процесс вот ты сконтактировал с такой с изначальной энергией шакти и стал вот этой космической блядью стала которая там налево и направо разбрасывает мудрость и ведет всех мужиков которые встречают к просветлению да были такие учителя великие мужские и женские мы знаем в тибетской традиции друг Пакин Лей например да который делал просветленным каждую женщину с которой имел сексуальный контакт но это как и под Масамха великий просветленный мастер и нечего подражать им не имея мастерства и не реализовав просветление ну вот опять же стягивая к конкретному примеру холотропное дыхание это является вот посвящением инициацией вот с твоей точки зрения я думаю я думаю что опыт необычных расширенных измененных состояний сознания одним из методов достижения который является голотропное дыхание является универсальным и чрезвычайным номер один методом для такого рода посвящения если мы посмотрим всегда во всех великих посвящениях и в эллифсинских мастериях и в ритуалах перехода и во всех испытаниях неофитов всех великих традиций всегда в основе необычное состояние сознания которое является вратами к чему к истинному миру это выход из матрицы это понимание того кто я каков мир потому что только истинное знание которое не интеллектуально а которое мудрость то есть прямой переживаемый контакт со всем и вся и является лекарством от наших от всех наших проблем для меня я помню холотропное дыхание которое я пережил вот в середине в начале 90-х для меня было чуть раньше что я говорю гораздо раньше как только появилась первая книга за пределами мозга это какой год примерно это 93-й год а мой ученик я познакомил в нашем подполе трансперсональном Андрея Дегтярева с холотропным дыханием который тебя в Питере познакомил с этим методом и для меня это было конечно же посвящение это была инициация потому что я впервые и моя нейронная сеть впервые столкнулась с этим опытом когда я смотрю из потенциала пространства я не знаю что смотрит но что-то смотрит и это я на то как я рожаю себя так это именно это и происходит когда мы освобождаемся от ограниченных представлений когда энергия идет идет уже не по поверхностным слоям последних сформированными последние пять тысяч лет а по глубинным который имеет сорокатысячную историю проявляется изначальное видение мира в аспекте великой богини потому что это основные нейросети нейропотоки и магистральные пути энергии то есть если мы хотим быть успешными если мы хотим реализовать проекты если мы хотим быть творческими мы не минуем вот этого великого тантрического вселенского пути работы с энергиями и я помню что на самом деле это и был тот волшебный пинок от которого стала расплетаться вся ну вот моя работа в которой я счастлив на самом деле самоосвобождающаяся игра и так далее которая ну вот подарила вот эти вот проекты которыми мы сейчас гордимся я и моя команда и это очень испытывает очень такой интенсивный запрос и осталось у нас 10 минут и здесь я хочу сосредоточиться на ну подведении черты это божественный союз то самое взаимопроникновение взаимодополнение мужского и женского да рождающего это уникальное фантастическое положение ума здесь и сейчас да которая собственно и одаряет всех нас этим уникальным блаженством когда здесь и сейчас как у нас с тобой во взаимоподхвате да рождается этот это росыть потрясающих метафор она же не заготовлена она рождается вот прямо тут вот так вот да и мы с тобой просто оговорили что будем праздновать сегодня да будем сегодня устроим пьянку в честь женского да вот и все наши знания сейчас схлестнулись в одном едином таком буйстве водовороте да и рождается этот потрясающий эфир как мне кажется доставляющий мне невероятное наслаждение вот и вот это мгновение здесь и сейчас как центр всего живого это то что плетется и то чем богат театр и то на что я делаю ставку в своем творчестве да это создание обстоятельств где молодые артисты могут слиться в этом удивительном переживании блаженства рождения формы здесь и сейчас конечно же мы уходим корнями сейчас в эрос в единство мужского и женского в ритм колоссальный да который рождает это блаженство и так далее конечно же здесь не обойтись без женских без тантрических метафор алхимических метафор сдвоенных фигур союз мужского в Индии в каждой деревне возле каждого дома да и все это в итоге то есть во всем обзоре духовных традиций всевозможных все в итоге сводится к этой точке к этому переживанию когда человек вдруг инициируется этим блаженством присутствия здесь и сейчас где собственно и пульсирует сама жизнь подхватывая а что еще есть только вдох и выдох но в этом вдохе-выдохе есть вдох новение в этом есть обмен энергией в этом есть обратная связь вот я смотрю как ты фонтанируешь и я чувствую не только тебя но я чувствую свои ответные трепетания устремления потоки и ощущаю через цифры и вопросы трепетания всех сердец и энергии которые сейчас вот с нами вместе в этом эфире пусть только мы два ну и картины позади нас присутствуют в этом изображении но есть танец есть обмен есть взаимодействие и вот в этом взаимодействии мужского и женского я убежден что мы с тобой и в этом измерении тоже то есть моя анима конечно же заигрывает с твоим анимусом и наоборот я откликаюсь я не могу устоять перед очарованием твоей анимы потому что игривость игра флирт взаимодействие обмен энергии это необычайно это стремление к контакту живому контакту который откликается который не застревает ни в каких канвах и формах это мгновенная обратная связь это то что больше всего и привлекает нас к игре с большой буквы к великой игре жизни игре в мгновение и вот здесь я хотел бы еще одну вещь сказать вот о фундаментальных принципах отношения мужского и женского что это это не только полярность это не только единение это не только взаимно необходимые друг другу части но на каком-то сущностном уровне это два человека два сапиенса два хомодеус два хомореалитес реальных человека и вот на самом фундаментальном уровне то что связывает мужчину и женщину это не любовь это не страсть это не потоки энергии а это как открыли опять-таки древние буддисты это фундаментальная дружба вот это один из четырех безмерных и именно тогда когда мы дружим с друг другом когда мы благорасположены мы трансформируем спонтанно гнев ярость в зерцало подобную мудрость и в друг друге как в зеркале видим реальность себя и мир поэтому мне кажется вот здесь важно также иметь в виду и эти величайшие открытия потому что главная сила мешающая нашему творчеству нашему развитию это отрицание другого в ущерб другому устроению собственной жизни это искание причин всех своих невзгод где-то в других людях это гнев отрицание обрубание и только дружественность да соединяет нас вместе раскрывает и позволяет странствовать по душам обогащаясь и вот спасибо тебе громадное за создание вот этого корабля этой повозки великой повозки странствия по душам в современном мире вот твоих тренингов твоего театра игры вот этого проекта который для столь многих людей в столь многих областях жизни творчества является школой и образцом для поведения великий корабль Вадима Демчуга великий опыт странствия по душам я тебе тоже взаимно хочу отблагодарить за сегодняшний эфир за сегодняшнюю пульсацию и за все чем ты обнимаешь этот я даже не знаю как назвать назвать это просто трансперсональный проект это тоже чуть-чуть не то это все зависание в словах да это твое объятие которое ты протягиваешь сквозь время и оно конечно же грандиозно я купаюсь я плещусь я как ребенок наслаждаюсь в глубинах твоих познаний и всегдашние возможности прибежать уткнуться тебе в юбку да всевозможными вопросами да и ты просто расскажешь просто развернешь эту грандиозную палитру и я конечно же всех приглашаю на грандиозный курс Володя который сейчас будет проходить и ты сейчас буквально у нас три минуты да за минутку пожалуйста уложись в контекст того что будет на этом курс очень простой артисты художники творцы в каждом из нас освободи внутреннего гения всего за 6 недель как раскрыть весь свой творческий потенциал возможности выражения весь мой ну и отчасти там очень много о тебе в этом курсе и твой жизненный опыт и курс уже начался прошел неделю но еще в течение недели следующий можно к нему присоединиться там 12 моих бесед куча домашних заданий рекомендованные фильмы литература книги Вадима Демчога в числе рекомендованных и его семинары и мои интервью с великими артистами это костяк курса ну и конечно 6 вебинаров так что спасибо тебе за этот потрясающий эфир спасибо дорогие участницы наверное прежде всего и участники этого эфира за ваше внимание от глубины сердца поздравляем вас с потрясающим великим днем женственности женского женской энергии вселенской шакти да и завершить эфир я конечно же хочу тоже стихами и даже включу музычку чтобы было атмосферно завершилось у меня есть ровная минутка кто извоял тебя из темноты ночной туземный фауз и из чадия саванны ты пахнешь мускусом и табаком гаванны полуночи дитя мой идол роковой ни опиум ни хмель соперничать с тобой не смею демон мой ты край обетованный где горестных моих желаний караваны к колодцам глаз твоих идут на водопой браво браво спасибо спасибо всем спасибо дорогие друзья спасибо Володя объятия обнимаю спасибо Субтитры сделал DimaTorzok